В редакцию нашего телеканала с началом отопительного сезона с регулярной периодичностью поступают звонки от горожан с жалобами на отопление, а точнее, что его вовсе нет. Кто виноват, а главное, что делать местным жителям, которые, по сути, оказались заложниками ситуации? Губернатор Тверской области четко обозначил свою позицию по сложившейся ситуации. Вот эти кадры были сделаны несколько дней назад. Наша съемочная группа отреагировала на звонок наших телезрителей, которые в буквальном смысле просили о помощи. Температура в квартире Аллы вынуждала ее и семью ходить дома в шерстяных носках и теплых толстовках. Отопления нет. На календаре только октябрь, и температура еще находится на отметке плюсовых значений. Но что же будет зимой? Греется только на данный момент кухня. Большая комната. С периодичностью ее выключают и также включают. Отключение воды горячей происходит, отключаются батареи. Заново такая же история наступает. Детская комната вообще не отапливается. Вообще. Спим на данный момент в одной комнате, потому что супруг находится в командировке. В той комнате спать невозможно. И таких обращений отверичан по поводу отопления огромное количество. Горожане не остаются наедине со своей проблемой. На помощь приходят местные власти. Но порой и они бессильны. Ситуация заходит в тупик, когда оказывается, что субподрядная организация не провела необходимой работы в срок. Что касается подготовки общей системы теплоснабжения, это крупнейшая компания «Дорская генерация», оцениваем достаточно как устойчивое прохождение подготовки. То же самое муниципальных образований. Сейчас больше внимания акцентировано на субподрядчиках, которые сегодня выполняют конкретные работы по подключению домов, по замене разводящей сети к жилым зданиям. А сейчас уже к другой теме – дорожные. Вопросы есть и тут. Сезон строительных работ, по сути, уже должен быть закончен. Осенняя пора продемонстрировала свои прелести, дождь и низкие температуры, что называется на грани возможных строительных работ. Однако и тут подрядчики отличились. Вот, например, кадры, которые сейчас видите на своем экране, сняли на телефон местных жителей микрорайона Брусилова. Дорожники укладывают асфальт в проливной дождь. К слову, так делать можно, но только в том случае, если используется специальная технология или то ли способ укладки асфальта. Однако был ли такой способ использован в этом случае, доподлинно неизвестно. И таких казусных ситуаций фиксируется день ото дня немалое количество. Несмотря на те решения, которые мы принимали по графику реализации этих проектов, по завершению работ до 1 октября, мы видим, что часть работы еще у нас не завершена. Где контроль за сроками исполнения? Подрядчики должны нести персональную ответственность за качество проведенных работ, подчеркнул губернатор. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств к ним должны быть применены самые жесткие санкции.